Вот, Катя, ты наверняка была во многих городах страны, где тебе нравится больше всего и почему? Я очень люблю Киев, я его обожаю. Я живу на улице. Я живу прямо в центре города, в самом-самом центре, в центре я не бываю. Перед моими окнами очень красивое здание Национального банка. Я очень люблю город Киев за его архитектуру, за его компактность, за его удобство жизни. Потому что мне часто очень приходится жить, бывать в Москве, у меня родители живут в Москве. И добираясь куда-то в Москве, это невозможно. То есть, во-первых, мне кажется, что профессиональная, даже, наверное, генетически передаваемая болезнь всех москвичей – это геморрой. Потому что они просиживают в машинах какие-то просто десятки часов. Однажды с аэропорта на репетицию я ехала 9 часов. Ребята, 9 часов, за 9 часов нужно из Киева доехать до Крыма, да? То есть я ехала только в один конец 9 часов. Это было страшно. Поэтому Москва в этом отношении очень напряжена, и насколько хорош наш Киев, да? Мы тут апеллируем такими понятиями, как «через 15 минут буду». То есть это очень удобно. Поэтому я очень люблю город Киев больше всех других городов в Украине. Это правда. А в мире? Ну, а вы говорили, что вам нравится в Нью-Йорке, хотели бы там жить, что-то из… Очень хотела бы жить в Нью-Йорке, да, ну просто там спрашивают на Украине, нет? Нет, города-страны. А, города-страны, да, Нью-Йорк мой любимый город после Киева. Знаете почему? Я когда туда приезжаю, у меня есть ощущение, я не знаю, верит ли в то, что у людей бывает прошлая жизнь, но мне кажется, что я жила в этом городе и как-то так основательно жила. То есть, потому что я приезжаю, я бываю там первый раз на какой-то улице, и я понимаю, что я здесь была, я знаю, я знаю даже запах некоторых улиц. То есть, ну правда, вот такое у меня какое-то там страшное дежавю, поэтому я вот… у меня очень много фотографий Центрапарка, то есть я их собираю. Я люблю очень этот город, и мне кажется, что я бы вот там вот тоже была, очень себя бы хорошо и удобно чувствовала. Кстати, лучше, чем в Москве. Ника Аверла спрашивает. Кто? Аверла. Аверла, классно. Аверла, не знаю. Скажи, пожалуйста, какие песни поднимают тебе настроение? Аверла. Абсолютно разные. Потому что если кто следит, не то чтобы за моим творчеством, а за тем, что я делаю в телевизоре, да, я очень часто во всяких передачах показывала свою коллекцию, своей музыки, потому что мало того, что у меня хайэндовская аппаратура, которую я собирала 9 лет, у меня очень хороший дома звук, Звук, у меня очень большая музыкальная библиотека CD-музыки, а также винила. И поэтому я слушаю совершенно разнообразную музыку, от классики до какого-то очень старого, хорошего рока. То есть это и джаз, это и инструментальный джаз, и вокалисты, и классические, и джазовые, и поп-исполнители. И у меня целая коррекция гитаристов известных, и сексофонистов. Ну то есть очень много скрипачей, поэтому я много очень музыки слышу, это зависит совершенно от разного моего настроения. Когда у меня плохое настроение, я люблю послушать классику какую-нибудь, в каком-нибудь повороте, каких-нибудь доноров. Если у меня хорошее настроение, я могу послушать какой-нибудь рок, какую-нибудь даже земфиру. У меня, кстати, ее первые два альбома я вообще не вытягивала из ушей. Вот, поэтому я очень всеядна в музыке, много ее слушаю, не только для удовольствия, а для того, чтобы понимать, что творится в мире, какие тенденции. Поэтому я к музыке не просто подхожу, как к чему-то, чтобы сделать какой-нибудь хит. Это моя жизнь, я люблю это больше всего в жизни. И еще один вопрос. А любишь ли ты поесть после 18? Очень люблю поесть после 18 лет, особенно. Началось. Началось после 18 лет. Да, люблю поесть. Диеты соблюдаются? Я раньше все время говорила о том, что, ну, все природа, там-пам-пам, но поняла, что не стоит, да, рассказывать глупости людям. И скажу вам, что вот перед своим клипом я похудела на 10 килограмм, и это было тяжело. Мало того, что у меня были очень сильные физические нагрузки, я совершенно ничего не ела. Я уже, допустим, два месяца не ем хлеба, да, и очень хочу булочку. И когда я прохожу возле булочной, просто, да, у меня кружится голова. Но я абсолютно четко знаю, что если ты хочешь поставить перед собой цель, то ее нужно добиваться всеми возможными способами. Моя цель – это сцена, я должна быть красивая, стройная, поэтому я голодаю. И всем вам желаю, потому что, если хочешь похудеть, нужно просто закрыть рот. И это непреложная истина, и, к сожалению, никуда отсюда не убежишь. Вот, поэтому моя хорошая фигура, естественно, это хорошие физические данные, которые дала мне матушка природа и мои родители, но это еще огромный труд, который после 18 лет я ним занимаюсь, да, трудом этим. Финансисты интересуются. Слышал о твоей новой песне, ты ее забрала у Арбакайте, сколько же денег это стоило? Вы знаете, дело не в деньгах было, а в том, что песня очень модная, хотя и очень с народным мотивом. Мне кажется, что Кристине Арбакайте тоже поздно петь такие песни. Раз. А второе, автор подумал, что эту песню я спою лучше, и поэтому отдал ее мне. Хотя хотела дать Кристине, почему? Потому что большее, возможно, количество людей узнало бы об этой песне, поскольку она артистка популяренная. Ну, я думаю, что для хорошей песни не важно, кто ее споет. Главное, чтобы она звучала... Нет, не так, вот это тут вытрите, это я херню какую-то сказала. Важно, кто ее споет, конечно же. Я очень хорошо спела, очень в характере спела эту песню, поэтому я думаю, что Москва у нас тоже не в далеком будущем. Скоро она будет у нас за плечами, поэтому я думаю, что автор не прогадал, отдав мне ее. Это одно. А второе, на сегодняшний день я уже ничего, господин финансист, не решаю за деньги. Да, слава Богу. А, Толик спрашивает, а что случилось с тем, кто украл твое голое видео? Интересно, как мстит суперблондинка? Я скажу так, суперблондинки не мстительны. Они прощают люди. Другое дело, что вторую щепу подставлять не нужно, это уже глупость. Поэтому, конечно, я сегодня отношусь более тщательно к подбору людей, с которыми работаю. А так вообще, месть это плохо, господа. И вообще, месть это то блюдо, которое нужно подавать холодным. Сядьте на берегу, и тело вашего врага проплывет мимо вас. Какая льва. Следующий вопрос от Андрея. Оля, приветик. Тебе не кажется, что с людьми надо вести себя намного проще? Ясно. Наверное, о звездности? Куда уж проще, на самом деле. Мне кажется, я одна из немногих звезд. Звезд? Я звезда. Спасибо. Спасибо. Которая позволяет себе иронию на свой счет. А ирония всегда порождает панибратство, от которого я страдаю очень сильно. Ирония над собой порождает панибратство в свою сторону. Потому что люди думают, раз ты себе позволяешь... Вы уже это не пишите, я для людей, если кто-то вас видит, два человека. Поэтому люди считают, если я позволяю это на свой адрес, то и им позволено. Поэтому есть такая вторая оборотная сторона медали моего имиджа, которую я бы хотела изменить, но, к сожалению, не могу. Жанна спрашивает, мне 18 лет, хочу научиться готовить, с чего посоветуешь начать? Ну и продолжение любите ли вы готовить? Я очень люблю готовить. Да, и кто следит за моим творчеством, знает, что это мой такой пунктик. С чего бы посоветовала? Кухня ТВ. Классный канал. Вообще, я в 4 утра, когда иногда прихожу с шоу, мне не спится. Потому что меня колбасит. Я завожусь очень сильно на концерте или на шоу, которое я веду. Я вообще очень заводимый человек, и я, естественно, не могу спать потом всю ночь. А вот я прихожу, включаю кухню ТВ, и обливаюсь слюной, и смотрю то, что там готовят. Можно начать с этого. А вообще, знаете, надо просто начать готовить, и в процессе все получится. У вас есть любимое блюдо? Я очень люблю есть. Еда – мое любимое блюдо.